МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия и информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. О муниципальном и социальном строительстве. Что обсуждали на традиционном совещании главы Чувашии с правительством Республики? Сезон открывается. Когда и куда подавать заявление на приобретение путевок в детские загородные лагеря? И бизнес-планы вместо учебников и тетрадей. В Республике подвели итоги конкурса юный предприниматель 2014. Следующее воскресенье в Чувашии пройдут дополнительные досрочные выборы в органы местного самоуправления. На традиционном совещании главы Чувашии с правительством Республики председатель Центризбиркома отчитался. К проведению голосования все готово. Одновременно в Республике проходят 15 кампаний по выборам глав сельских поселений, депутатов районных собраний и сельских поселений. На 15 мандатов претендует 44 кандидата. 15 выставлены Единой России, 10 ЛДПР, 4 КПРФ, 1 Новая партия коммуниста России. Кроме того, зарегистрированы 14 самовыдвиженцев. Всего в выборах должно принимать участие порядка 8740 избирателей. Это менее 1% от общего количества избирателей. Но тем не менее, от этого выбора не становятся менее важными. Все положенные по закону процедуры необходимо организовать, провести. И, соответственно, вот как раз этим сейчас и занимается избирательная комиссия. Всего в проведении выборов задействовано 11 территориальных избирательных комиссий по количеству районов и 31 участковая комиссия. То есть 187 членов участковой комиссии уже прошли соответствующую подготовку. На совещании обсудили и ход строительства Ледового дворца в Чебоксарах. По словам руководителя Минспорта Сергея Мельникова, на объекте выполнено 55% от общего объема работ. Подрядчик немного выбился из графика, но отставание обещают наверстать уже в мае. Сейчас приступают к монтажу оборудования. А в Ледовом дворце будут использоваться самые современные технологии производства льда. Проектно-сметная стоимость объекта более полутора миллиардов рублей. Около 350 миллионов вкладывает федеральный бюджет. Свыше 200 миллионов – благотворительный вклад «Газпрома». Проблем с финансированием объекта нет. Я благодарен руководству Сбербанка. Они тоже пошли на встречу и решение приняли об открытии кредитной линии, которую мы будем субсидировать. И с этой точки зрения, когда Сергей Александрович Мальцев приезжал, мы обговорили, потому что объект, с одной стороны, социально значимый, но с другой стороны, без привлечения этих средств мы быстрыми темпами не построим. Вод Ледового дворца в Чебоксарах намечен на октябрь 2014 года. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Должность министра транспорта и дорожного хозяйства Республики оставалась вакантной недолго. Уже в выходные после подписания указа это ведомство возглавил Владимир Филиппов. Первый рабочий день в новом статусе у него начался в субботу на совещании с главами районных администраций. Владимир Филиппов до назначения на должность министра на протяжении трех лет возглавлял администрацию Ленинского района столицы. Хотя до этого чиновник работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он руководил одним из муниципальных предприятий города. Проблемы отрасли, которую Владимир Филиппов курирует теперь, ему известны хорошо. В эксклюзивном интервью нашей съемочной группе министр рассказал, на что сделает ставку в своей деятельности. Будем думать, решать проблемы. Ну и, конечно же, советоваться с теми людьми, которые сегодня имеют большой опыт. Ну и, конечно же, учитывать мнение наших жителей нашей республики. Искать нового сотрудника придется и администрации столицы. Злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В преступлениях по этим статьям подозревают заместители главы администрации Чебоксар. По версии следствия, с ноября 2012 года по 2013 замглавы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства Александр Анисимов, несмотря на законодательный запрет, принимал участие в руководстве одной из строительных фирм города. А ее учредителем являлась его мать. В взаимаемой должности чиновник предоставлял льготы и преимущества этой фирме, незаконный изъяв из муниципальной собственности земельный участок площадью 317 квадратных метров, расположенный в центральной части города Чебоксара и закрепленный за судоводческим некоммерческим товарищем под строительство на нем пятиподъездного многоквартирного жилого дома, в то время как у подрядчика имелось разрешение на строительство только двух подъездов этого здания. В администрации столицы сообщили, что Анисимов еще 3 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Расследования уголовного дела продолжаются. Чиновник будет находиться под стражей до тех пор, пока не внесет залог в 1 миллион рублей. Почту лишили субсидий. Подписка на газеты подорожает в разы. Эта новость успела уже напугать читателей и редакторов печатных изданий. Первое, опасается, что газеты станут им не по карману. Второе, что упадут тиражи. А в самом худшем случае некоторые редакции могут просто закрыться. Ситуацию изучила наша съемочная группа. Я из почты. Я почтальон тутошный. Пичкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. Экономить точно придется. Если раньше подписаться на районную газету на полгода можно было в среднем за 330 рублей, то теперь почти за 500. Для пенсионеров и сельчан разница вполне ощутимая. К сожалению, по независимым от нас причинам подписная цена увеличилась и намного. Конечно, цены они и раньше поднимались потихонечку, но такого резкого скачка не было. Газета нынче не просто информатор и советчик тоже, что удивительно, по привычке также обращаются к нам и за помощью. Правительство лишило Почту России субсидий на доставку газет и журналов. Ранее на эти цели из бюджета выделялось по 3 миллиарда рублей ежегодно. С июля 2014-го расходы планируется переложить на читателей. Для почты такой вариант подписки всегда был убыточен. И поэтому с тем, что вот эта была дотация снята, поэтому и получилось такое подорожание. На одной из ведущих газет Республики Хабар до 9 апреля можно подписаться за 460 рублей с копейками, а со второго полугодия уже за 744 рубля на 6 месяцев. При этом редакция из этой суммы перепадет только 144 рубля, остальная сумма останется у почтовиков. Редакторы изданий всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией и надеются на преданность подписчиков. Насколько сократятся тиражи газет и сколько их вообще останется, точно станет известно 1 июля. Именно тогда кончается срок старой подписки. Но еще надежда остается на розничную торговлю. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Национальное телевидение становится доступным все большему числу зрителей. С сегодняшнего дня у жителей города Канаж появилась возможность смотреть передачи и программы национального телевидения не только в интернете, но и в своих телеприемниках. Руководители национальной телерадиокомпании «Чуваша» и канарской студии телевидения подписали договор о сотрудничестве. С сегодняшнего дня передачи национального телевидения должны появиться в ваших телевизорах в том числе. Тестовые вещания благодаря техническим работникам мы уже провели. И сегодня уже официально мы будем показывать на территории города Канаша передачи национального телевидения. До этого у канажцев была возможность смотреть передачи национальной телерадиокомпании «Чуваша» по IPTV. Трансляции программ напрямую по сети кабельного телевидения в Канаше – результат плодотворного труда и решение многих технических вопросов. Вы можете свои телевизоры настроить на 39-й кнопку «Увидеть национальное телевидение в городе Канаше». Все эти интересующие моменты, которые происходят в городе, то есть в городе Чебоксарах и в республике, вы можете получить информацию из первых гостей. 12 апреля в Чебоксарах скажут «Поехали!» И дело не вне космонавтики. На эту дату назначен старт приема заявлений на приобретение путевок в детские загородные лагеря. Чтобы с наступлением лета в детском загородном лагере ваш ребенок услышал «Добро пожаловать», а не посторонним вход воспрещен, начать действовать придется уже сейчас. Час Икс настанет 12 апреля в 9 часов утра. Как и в прошлом году, чтобы подать заявление на приобретение путевки, родителям нужно будет обратиться в школу, где учится ребенок. При себе необходимо иметь ряд документов, паспорт родителя, ксерокопию и оригинал свидетельства о рождении или паспорт ребенка, ксерокопию и оригинал страхового медицинского полиса и снился ребенка и родителя. Принимать заявление будут специально обученные операторы. Стоимость путевки составит в этом году 11 748 рублей. Процент оплаты в этом году планируется следующий. 20% оплаты стоимости для семей, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума, 30% для семей, чей среднедушевой доход от 150 до 200%, и 50% для семей, чей среднедушевой доход превышает 200%. Родители, имеющие детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также 12 апреля могут обратиться в социально-репутационные центры по месту жительства. Для данной категории детей имеются льготы. Данные путевки будут представляться по 5% оплаты стоимости. В первый день документы будут принимать с 9 до 16 часов, в остальные дни с 9 до 18 часов. Закончится прием заявлений 31 мая. Впрочем, судя по всему, затягивать не стоит. Здесь действует принцип «кто успел, тот и съел». Дело в том, что в каждом населенном пункте установили определенную квоту на количество путевок. В этом году в оздоровительные лагеря планируется отправить более 5700 детей. Специалисты отмечают, практика прошлых лет показывает, что практически все места в Чебоксарах расходятся за первый день. Ольга Пырочкина, Антон Вовко, Республика. В бизнес со школьной скамьи. В Республике подвели итоги конкурса «Юный предприниматель 2014 года». Члены жюри отметили, что современные школьники могут не только разрабатывать реалистичные проекты, но и научились даже делать вполне взрослый бизнес-план со сметой. Регина Степанова предлагает построить спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком с закрытого типа в Новочебоксарске. Она стала победителем среди юных предпринимателей в номинации «Динамичный старт». Я решила создать именно этот проект, потому что в нашем городе очень мало развлечений, а ближайший аквапарк находится только в Казани. Это будет трехэтажное здание с цокольным нижним этажом. Планируется большая парковка на стом автомашины. Планируется сувенирный магазин, огромные бассейны и много развлекательных аттракционов и горок. На конкурс поступило более 50 заявок от школьников. 25 из них прошли первый этап экспертизы. Победители убедили членов жюри в жизнеспособности своих проектов. Наталья Мигурина из Алатарского района разложила по полочкам, как организовать рыбоводческое хозяйство и заработать на этом деньги. Антон Игнатьев возглавил школьную команду с проектом «Наследие». Его суть – как своими руками заработать деньги в школьной мастерской. Там ребята готовили изделия народно-художественных промыслов. Они даже смогли выручить за свою работу кое-какие деньги. Но самое главное для них – полученный опыт, говорит Антон. В большинстве своем наши изделия покупают в основном для сувениров. За 6 месяцев работы мы изготовили 71 продукцию на общую сумму 8500 рублей. Наша прибыль составила 2000 рублей. Конкурс юных предпринимателей завершился, а новых идей в арсенале участников для реализации собственного дела полным-полно. В компании ребят из 49-й школы скоро состоятся выборы президента и вице-президента «Наследие». Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, «Республика». Сегодня исполнилось бы 80 лет видному государственному и партийному деятелю Чувашии Леониду Прокопьеву. На фасаде дома по улице Держинского, где он проживал долгое время, открыта мемориальная доска. Леонид Прокопьевич на протяжении 14 лет возглавлял Совет Министров Чувашской Автономной Республики. Хорошо знали его и в Москве. Леонид Прокопьев руководил Государственным комитетом по делам национальностей и отделом Верховного Совета. Его соратники и друзья говорят, что он всегда заботился о деле и создавал вокруг себя команду настоящих профессионалов. Именно при нем в республике началось строительство Чебоксарской ГЭС и завода промышленных тракторов. Тогда удалось добиться главного. Молодежь перестала уезжать из региона. Республика в одночасье превратилась в индустриальный центр страны. Прошла реконструкция многих предприятий, тех, которые до этого работали. И это давало возможность расширять объем производства. И в результате рабочие места появились. Сегодня во всем мире отмечают День здоровья. В Чувашии и Катедате приурочили множество спортивных мероприятий. Уже в выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» прошли соревнования по волейболу. За награды этого турнира боролись главы районов и городов, депутаты Государственного совета и члены правительства. В республике Дни здоровья теперь будут проводить намного чаще. Соответствующий указ глава региона подписал еще в конце марта. Пользуются ли популярностью спортивные уикенды у жителей районов, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Это уже стало хорошей традицией. Когда завершаются многочасовые совещания, чиновники Чувашии меняют строгие костюмы на спортивные. После подписания указа, который призван приобщить каждого второго жителя республики к занятиям физкультурой, главы районов, министры и депутаты должны показать пример всем, насколько это важно – держать себя в форме. Теперь Дни здоровья и спорта в республике будут проводить ежемесячно. В каждом районе планы уже расписаны. Для любителей активного отдыха спортивные объекты заработают бесплатно. А в некоторых муниципалитетах почаще планируют проводить массовые соревнования. Население и особенно малые имущие, которые не могут регулярно себе позволить заниматься, получать платные услуги. А вот по указу главы Чувашской республики сегодня появилась такая возможность у большего круга любителей спорта. Дни здоровья в республике проходили и до подписания указа. Они принесли ожидаемые плоды. Количество людей, которые постоянно занимаются спортом в районах увеличилось. Когда здравительные комплексы работают бесплатно, их залы заполняются до отказа. В некоторых селах жители и сами для себя обустраивают спортивные площадки. В Канадском районе, например, люди, молодежь и пожилые тоже своими силами построили хоккейные коробки и занимаются, не тратя на это ни бюджет, ни средства. Подобные турниры среди чиновников станут такими же традиционными, как и дни здоровья. В этот раз победу одержала команда правительства, за которую играл и глава республики. Чемпионом вручили переходящий кубок. В ближайшее время его попытаются завоевать и другие сборные. До следующего матча есть время, чтобы подготовиться. Медрик Ковалев, Николай Яковлев, Республика. 7 апреля православные празднуют Благовещение. Благовещение относится к Великим Двунадесятым христианским праздникам. В этот день, 7 апреля, Архангел Гаврил сообщил Деве Марии, что у нее родится Сын Иисус. И это будет Мессия и Сын Божий. Сразу после программы Республика смотрите интервью по существу гость, член Совета Федерации Галина Николаева. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин